Всем привет, друзья! Меня зовут Светлана и сегодня я нахожусь в самом, скажем так, оживленном месте города-курорта Анапы и в будние, и в праздничные выходные дни. Это у нас торгово-развлекательный комплекс «Красная площадь». Дело в том, что я здесь сегодня неспроста. Сегодня, 26 марта, именно с сегодняшнего дня, вступило в законную силу постановление главного санитара Краснодарского края о запрете развлекательных фудкортов, также проведение мероприятий, касающихся массовости людей. И по всей аналогии, фудкорты в Красной площади должны быть с сегодняшнего дня закрыты. Это раз. Торговые, развлекательные, это типа боулинга, кинотеатра, также должны быть заведения закрыты на втором этаже в Красной площади. То есть, по факту, скорее всего, по аналогии, должны работать только магазины, которые продают что-то типа одежды, товаров каких-то, да, типа им видео. И также должен работать гипермаркет «Семейный магнит» на первом этаже. Конечно, хочется не быть разочарованным и действительно увидеть слаженную работу администрации, постановления администрации, а также, конечно же, предпринимателей, у которых имеются торговые и развлекательные объекты. Что первое бросилось мне, конечно, в глаза, это полупустая парковка. Действительно, тут люди приходят к машинам исключительно с тележками. Ну и сейчас мы подходим, соответственно, к обходу. Здесь у нас, в принципе, ничего не изменилось, да, так визуально. Только единственное, что, наверное, в вечернее время, возможно, загорится подсветка. Сейчас подсветка не работает. На улице патрулируют охранники, люди выходят из торгового центра с тележками. В принципе, ничего нового, наверное, я вам сейчас не покажу, не расскажу. Но самое интересное, все начнется внутри здания, потому что именно здесь наши развлекательные торговые площади находятся. Надеюсь, что меня не выгонят отсюда. О, кстати, у нас тут розыгрыш рейндж-ровера. И убрали, вот, кстати, вот эту видимую развлекательную фотозону. Теперь здесь оставили только фонтан. И, как мы видим, людей гораздо меньше, очень-очень мало. Мы сразу направляемся на второй этаж, потому что именно там находятся наши развлекательные магазины, развлекательные заведения из разряда, как кино, соответственно, после кинотеатра, боулинг и наши любимые фудкорты. И вот сейчас мы как раз вместе с вами вживую убедимся, работает ли этот закон в Краснодарском крае, в частности, в нашем городе Курортианапа. Как я сказала, другие торговые помещения, связанные с продажей, работают, но я уже сейчас вижу, что людей мало. Плюс, может быть, это еще из-за того, что сейчас как бы у нас будний день, рабочий день, и, соответственно, ничего не работает. Так, ну, судя по тому, что здесь людей практически нет, возможно, ничего не работает. Да, действительно, все закрыто, отлично, закон работает. Не работают, да, сейчас фудкорты? Только на вынос, да? И кинотеатр тоже, да, не работает, и боулинг. Ага, спасибо. Ну, я думаю, вы поняли уже, что закон работает, указ президента, да, и постановление губернатора Краснодарского края. Как-то так, ну, по крайней мере, цель моей визиты была проверить, действительно ли соблюдается указ президента. Да, да, в Анапе он соблюдается. На самом деле была Светлана, вот такие вот у нас дела в Анапе. Я не стала лазить по всем заведениям, да, и у нас их полно, но вот выбрала самый такой популярный, самый большой в Анапе. Но, как вы понимаете, я думаю, что никто не станет сейчас нарушать этот закон, потому что это уже указ президента, и это уже постановление губернатора, и это постановление не носит рекомендательный характер, он именно носит запрещающий характер, собственно, что мы с вами увидели. Всем пока-пока, пишите комментарии.